Тульский край во все времена являлся не только кластером мастеров, но и российской житницей и знаменитым фермерским ареалом. Не случайно именно здесь работал первый в России ученый-агроном Андрей Болотов, оставивший потомкам уникальные книги и коллекцию зерновых и овощных культур. Из мегаполиса трудно разглядеть, чем сегодня живет русская деревня, откуда берется здоровая и полезная еда и почему ее сложно найти в магазине. И только увидев вживую реальное сельское хозяйство, можно по-новому посмотреть на фермерство как искусство и любовь к природе. История сельского хозяйства Тульского края связана с именем Федора Григорьевича Романовского, основателя племенного хозяйства Лазаревское. Фермерство – это в первую очередь любовь к сельскому хозяйству. Это живой организм, цех под открытым небом, который требует к себе круглосуточного внимания. Чтобы все получилось, надо этим жить. Уже 40 лет Лазаревское ведет дифференцированный бизнес, который опирается на несколько видов дохода. Лазаревское сегодня – это стабильно развивающееся предприятие с годовым оборотом 2,5 миллиарда рублей. 650 сотрудников, 25 розничных точек под брендом «Лазаревская лавка». 52 тысячи поголовья свиней, ферма на 3500 голов крупного рогатого скота, 24 тысячи гектаров пашни, мясоперерабатывающий завод, переработка молока и цех по производству комбикормов. Современные технологии позволяют достигать максимальной эффективности бизнеса. Однажды мой папа сказал, я хочу создать современное предприятие в сельском хозяйстве и доказать всем, что и в России тоже можно и жить, и работать на селе. В ближайших планах – расширение розничной сети, создание новой линейки полуфабрикатов и расширение уже существующей линейки колбасных изделий. Ну и, безусловно, это ребрендинг. Здесь как раз я могу в полной мере реализовать все свои творческие способности. Я вижу, каким должен выглядеть современный продуктовый магазин, какие продукты должны быть на столе у людей и какой должна быть еда. И всем этим я занимаюсь с удовольствием. Очень ценно, что тулики доверяют качеству лазаревского на протяжении четырех десятилетий. Производитель создает честный продукт, чтобы натуральный вкус и полезные свойства доходили до потребителя в первозданном виде. Лазаревская начинает ребрендинг и модернизацию собственной торговой сети «Лазаревская лавка». Это коснется внешнего вида и качества обслуживания. Цель ребрендинга в том, чтобы обертку подтянуть к конфетке. Понятно, что сама конфетка в рекламе не нуждается. Колбаса по-прежнему остается той, какой ее создали 40 лет назад. Фермерские продукты всегда можно купить в фирменном магазине «Лазаревская лавка». В ассортименте мяса и полуфабрикаты, колбасы и мясные деликатесы, молочные продукты, варенье и соленье.